Итак, сегодня 45-летний мужчина, задержанный в Энгельсе по подозрению в педофилии, дал признательные показания. По словам следователей, он изнасиловал 12-летнего мальчика. Все детали этой трагедии у Егора Григорьева. 12-летний мальчик находился в интернате и отпросился за теплыми вещами домой. Там-то и произошло преступление. Вечером соседи услышали крики о помощи и забрали плачущего подростка с собой. Им он и признался, что его изнасиловали. Педофил же спокойно вспоминает и о других подобных преступлениях. Для чего ты это сделал? Просто ради удовлетворения своих желаний или решила наказать? Для удовлетворения своих желаний. Мать мальчика уже давно была лишена родительских прав, однако сегодня она воспитывает еще двух малолетних детей. Правоохранительные органы настаивают на полной изоляции от такого родителя. Вчера данная мама приезжала сюда к нам в отдел милиции и хотела встретиться с этим преступником. Передать ему что-то покушать. То есть я вообще просто не понимаю этого. То есть сама мать? Да, потерпевшего ребенка. Вот приезжала в отдел милиции и говорит, как бы мне встретиться, передать ему там что-нибудь, как он там сидит. Вину подозреваемого доказать будет несложно. Садейному он полностью сознался. Возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 4, статьи 132. В отношении лица в настоящее время в ходе следствия данная фамилия пока не разглашается. Можно лишь назвать его имя Арман, который совершил насильственное действие в отношении лица, заведомо достигшего возраста несовершеннолетнего. Педофилу грозит до 20 лет тюрьмы, но и это наказание многим кажется слишком мягким. Егор Григорьев, Олег Захаровский, Вести, Саратов.